Так, выехали немножко за пределы Краснодара, горячий ключ. Вот мы видим, автомобиль стоит под углом в проезжей части. Сейчас надо попробовать устранить, попросим устранить нарушение правил дорожного движения. Вот так-то происходит. Здесь стоят инспекторы, останавливают водителей, кто-то проверяет у них. Без нагрудного жетона? Да, вот девушка без нагрудного жетона нас увидела с камерами сразу на телефон. Это, наверное, как обычно, консультация. Что же делать? Пришли какие-то люди с камерами. Товарищ полицейский, а вы можете представиться, пожалуйста? Я снимаю. Вас нельзя, почему? А что вы торачиваете? Я к вам обращаюсь, товарищ полицейский. Товарищ полицейский, я к вам обращаюсь. Я к вам обращаюсь, товарищ полицейский. С какой целью вы? Ну, обратиться хочу, а вы отворачивайтесь. Скажите, пожалуйста, а вот жетон. А почему не наружу? Вы сотрудник ДПС. А кто у нас автомобиль? Скажите, пожалуйста. Сняла зачем-то форму, сейчас непонятно. А вы сотрудник полиции, да? Просто не ДПС вы, да? Уважаемый сотрудник полиции, представьтесь, пожалуйста. Обращение к вам есть. Сотрудник полиции, обращение. С какой целью вы интересуете? Я обратиться хочу знать, фамилию, имя отчества, с кем я разговариваю. Младший сержант полиции. А фамилия, имя отчества? Вы кто, скажите, пожалуйста. Пункт 5, статья 5, закон о полиции обязывает вам представиться при обращении гражданина. Не могли бы, пожалуйста, представиться? Младший сержант полиции, Шнайдер моя фамилия. Шнайдер, а имя отчества? Наталья Андреевна. Как? Наталья Андреевна. Наталья Андреевна. Вы сотрудник ДПС? Просто мы увидели нарушение правил дорожных движений, хотели бы обратиться. Вы являетесь сотрудником ДПС? Я не сотрудник ДПС. Просто у вас на спине был написан ДПС? Да, стало холодно. А, вы не сотрудник ДПС? Да. Все понятно. Хорошо. Не сотрудник ДПС? А, не сотрудник ДПС. Сейчас. Ставится... Давайте только в лесу, не надо тыкать, нет? А мы не в лесу. Я на лесу тыкаю. Мы вообще не тыкаем на «вы». Нет, я не... Сотрудник полиции, можете представиться, пожалуйста? Я говорю про близковые маячки. Сотрудник полиции. А мне, можете представиться, обращение есть. Инспектор ДПС, старший дар полиции Риммер. Как? Риммер. Извините, мы просто выявили нарушение правил дорожных движений. Нам так кажется, что машина не совсем правильно стоит. Не могли бы перепарковать или включить про близковые маячки. Вы гражданин российского федерации? Я, да. Что-то надо протокол этот. Не, мы сейчас зафиксируем. Не, не надо. А, то есть ты требуешь даже постановления. Да, и журналисты. Я не понимаю, что есть. Они не имеют права. А, да, тогда постановление. Все правильно. Если ребят требуют. Пример, должны подъехать. А с чего? А кто водитель? С чем связано сообщение, получается? Идет видео съемок. И что? А в федеральном законе полиции, статья 8. Скажите, а кто водитель-то машины? Вот он. Вот тот, да? А можете привлечь к ответственности, пожалуйста? Сейчас привлечь к ответственности, разберемся. А когда сейчас? Не, а зачем? Нет, я понять не могу. Зачем ответственность? Зачем докладывать, когда нарушение на месте выявлено? Подождите. Может, еще командир батальона или президенту сразу? Нет, у нас нет батальона. Нету? А кто у вас есть? Жилетку, пожалуйста. Ну, командир взвода. По этому поводу, по этому поводу, будет на вас написано жалоба. 23, 10, 48. А это сотрудник, наверное, просто полиции. Возможно, сразу есть отставление или что-то. Представляйте так говорить. А сейчас мы уточним вот этого инспектора. Да, я не против. Понимаю. Я поэтому вас не отвлекаю. Не освободились еще, товарищ гороскоп. Я шут, сейчас. Как раз сейчас занимайтесь. Занят, занят, занят. Все понятно. Да, да, все понятно. Скажите, а привлекать-то будете водителя к ответственности или отказываетесь? Жалобу будем писать, составлять. Это ваше право. Нет, я имею в виду, вы будете жалобу на... У вас есть два варианта. Либо жалобу нашу написать, либо привлечь к ответственности. Что будем делать? Это полное право. Я понимаю, что будем делать? Смотрите, я еще раз повторяю. У вас есть два варианта. Либо сейчас мы диктуем жалобу. Вы мне говорите, какие у меня варианты. У меня, у меня варианты. И мы вам предлагаем. У вас есть два варианта, правильно. Либо на вашу жалобу сейчас подаем. Докольно. А зачем докладывать, когда водитель здесь? Вы по всем водителям докладываете ответственность? То есть, остановили водителя, нарушающий правила дорожного движения. Сразу докладываете, да? Нет? Нет, не так. Ну а как по-другому? По-другому. Ну расскажите, пожалуйста. Можете рассказать? Расскажите, пожалуйста, как? Что вам рассказать? Вот вы выявили административное правонарушение. Да, подождите. Сейчас мы разберемся, что вы начинаете. А что разбираться? Вот машина стоит. В чем разбираться? Надо привлечь и переставить. В чем проблема? Продолжается совершение административного правонарушения. Вы должны немедленно устранить и привлечь водителя. А вы... Видите, водителя разруковали. Не, а переставить. У меня не водитель. Потребует. А, понятно. Он поговорит, и вы потребует. Все. Отлично. Все понятно. И привлечь к ответственности. Как устраивает? Да, конечно, обязательно. Он вроде бы поговорил уже. Попробуйте, я не вижу, что представляет. Сейчас, сейчас. Он разговаривал. Можно? Скажите, пожалуйста, сколько? Конечно, можно. А я же вам не мешаю. Тихо подошел и все. Мешает. Ну, хорошо. Сколько еще? Вы со всех сторон. Вы можете по одному? Да, я же. Сейчас вы берите, понят, вам сказали. Так, пошел переставлять. Товарищ инспектор, а можете, пожалуйста, представиться? Сейчас я ее... А, вы разговариваете. Нет, ничего. Только по телефону не разговаривайте, когда поедете. Хорошо. Да, линию разметки не стал пересекать. Все верно. Это мог бы маячки включить. Да, да, пристегнул, пристегнул. Все четко. Вот, и параллельно краю проезжей части. А что это такое? А что вот это за автомобиль, а? Он не преграждает. А так можно ставить, нет? Да. Точно, да? Валентин, обратите внимание, что это за частный автомобиль. Он, из-за него не видно было. Патрульно. Можно его сделать? Отлично. Так, давайте я пока тогда жалобу оставлю. Да нет, он сейчас привлечет и все, зачем жалобу? Зачем? Я жалобу оставлю по поводу этого жилета. А, все, понятно. Нет, по 830 приказу, по 14 пункта, хочу, чтобы понаписали Моископ. Что сказал? Я извиняюсь. И пошел пока. Разговаривать. А, разговаривать. Все, понятно. Красивые виды. Вот уже горы. 50 километров от Краснодара мы видим уже горную местность. Там горячий ключ. И сразу жалобу я потом оставляю, и мы едем дальше. Да, оставляйте, я шумкурую-то. Все хорошо. А, все, пожалуйста, я вам продиктурую. А, почему вы с крыши желтые тут? Ну, вот светает она. Ответает, да. Машина такая. Откажите, подходит причина. Дожди, не свет. Дожди кислотный. Сейчас мы оставим жалобу. Зачем не спешим? Вы можете по одному говорите? Я по одному говорила. Человек обращаться. Ну, да, я спросил просто, крыша. Он закончил, я продолжаю. Ну, я не успеваю. А что, когда паузу вы держите? Да, надо паузу. А, вы не успеваете? Я не успеваю, да, да. Так, давайте, смотри, 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 с нескученными... А, фарами. С фарами, да, пускай отреагируют. Да, да. Сейчас просим. Сейчас проехал. Сразу все разъехались, ты смотри, кого останавливают, да? Без причины, наверное. Валентин, жалобу оставляешь, да? Да. По какому вопросу? Первое, получается, нарушение 63-х пунктов административного регламента. О чем он говорит? Что сотрудники должны стоять, чтобы было видно, отчетливо видно. Это первое. Добрый день. Капитан, капитан, чего? КАЦ, по-моему. Да, мы сейчас жалобу оставляем. Первое, что сотрудники стояли с нарушением 63-х пунктов, вот здесь первое. А из-за чего мы как бы остановились, делали. Потом они стояли с правой дорожной движения 12.2. А их автомобиль стал перпендикулярным. Тоже нарушение права дорожной движения 12.3. Также по 885-м приказу сотрудники находятся в 3-м метра. Ну, вышли. Вот еще есть. Товарищ институт. И мы просто... Нет, я вас с приказом понимаю, я вам просто говорю, как бы ссылаюсь на нормативную акцию. И также мы хотим, чтобы привлекли сотрудники, получать какие-то автомобили с правой дорожной движения. Так и соль. Да, давайте сейчас излагать. Хорошо. Проверку проведем. Не, не проверку. Машина стояла, зафиксирована была как. Причем с проверкой? Нет, проверка это подисциплинарная. А по нарушениям правил дорожной движения? По нарушениям права дорожной движения. Он, он, при какой руководстве, он, он зафиксировал. Так на месте был зафиксированный инспектором. Проживающий. РТ. Так вот, инспектор зафиксировал. Мы при нем, я подходил с ним вместе. Мы поставим доказательства. В чем грабы? Вон он. Давайте, подождите. Как у нас камера. Сейчас напишите, где-то все пойдет. А если ты писал, то есть объяснение не будет. Я объяснение дам, зачем? Это по поводу телефона вы можете указать. Я спешу тогда отсутствие за... Ну, может, не указал, напишите. Не указал. Пишите статья писать. Нет, вы просто прошли телефон, я могу всю статья писать. Тоже стоял с нарушением, да? Нет, да. Мы свидетельствовали. Машина патруля. Не указали. А по какой причине водителя он остановили и посадили? Я говорю, что у него, я заметил, что у него не горит ближний свет, либо противотуманные фары, да? Или зеркало. Да зеркало это не регламентируется. Он, может, сейчас его ДТП попал, сбил. Понятно. М». Зеркало! Зеркало! Зеркало это работает! Да я неssся. Типы. Типы. Так, прошу прощения, по 63-м пункту еще по какому пункту нарушение выявлено было? Так же 12.2, ПДД. Это ПДД, еще какой? Жилетка, по-моему, да? Жилетка 785, да? Да, и все, да? Да, мы увидели, мы увидели, административную регламентарь, дорожную патрульную службу, ТПС, да, ТПС. А где у нас территориально, где мы находимся? Под дом. Нет, мы хотим. Да, да, указывайте, где это. На под дом, правильно? В каком-то трассе. Вон, фары выключены, только габарит на огне, говорят. Обратите, пожалуйста, внимание, вот он, серый автомобиль. Без ближнего света. Сотрудник. Фамилию свою пишет. Сотрудник не реагирует. Вот, проехал нарушитель мимо. Реагирует. Вот еще один нарушитель. Почему они сейчас говорят на огне, я не знаю, что ли. Ответить установленным законом в сроке. Сейчас ходить. А по нарушению правил дорожного движения. По нарушению. Я вам объясняю. По нарушению на месте выносить. Ваши обращения зарегистрированы. Нет, нет, я вам устное обращение направляю. Я сейчас... Позвоните на телефон 02. Нет, я устное направил, я уже направил. Я его должен зарегистрировать. Вы можете на месте отреагировать. Я должен его регистрировать. Нет, вы можете на месте отреагировать. Скажите мне свою фамилию, имя, отчество, я зарегистрировал. Зачем вот на автомобиле стоял с нарушением правил дорожного движения? В чем проблема? Товарищ полицейский, вы отказываетесь выносить постановление в отношении водителя? Я вам объяснил. Вы отказываетесь или нет? Послушайте. Я вас слушал. Теперь вы меня послушайте. Вы отказываетесь или нет? Я вам объясняю. Вы отказываетесь вынести постановление? Я не понял. Вы отказываетесь вынести постановление или нет? Да я вас нуждаю административное расследование. А, товарищ полицейский, а вы отказываетесь привлекать водителя к административной ответственности? Он будет? А при чем здесь старший? А вы отказываетесь? Не, а вы отказываетесь? Не, а вы отказываетесь? Непонятно, ладно. Нет, я только указал, что стояли с нарушением правил 12.2. Напишите, прошу привлечь к административной ответственности. Я уже расписался, все, уже напишу. Хорошо. И сейчас я хочу, чтобы сотрудника, который поставил с нарушением 12.2, привлекли к ответственности 13. Послушайте, просто нам придется... Соответственно, ваше обращение зарегистрировано. Возбуждено административное расследование отношения конкретного ответственности. А где определение? Я сейчас вам говорю, вы не даете... А зачем возбуждать, когда на месте было зафиксировано нарушение? Возбуждается, когда требуется разбирательство какое-то. СП и будет проведена проверка. Так как это должностные лица. Возбуждается проверка. Возбуждается проверка. А если я нарушу, вы тоже возбудите дело? Давайте я тоже так поставлю, вы возбудите дело. Давайте, не ужасно. Ну что это такое? Смотрите, федеральный закон о полиции, 20-е статья, четко следствия скажут. Что это за ерунда? Обязательно взять к институту Российской Федерации. Ну, это понятно. Получается, ФЗ и приказ. Представляешь, то есть если я нарушу, он возбудит дело и все, и отсутствует. Это 10-90 у нас в федеральном законе. Я вам разъяснил, что есть вообще? Есть, но когда требуется расследование дополнительно, либо не установлена личность, а то все есть на месте. Административное расследование, ваше обращение, регистрируйте. Это незаконные действия, товарищ полицейский. Проводится конструкционное расследование, принимается решение. Хорошо, возбуждайте. Вызвите, пожалуйста, своего командира, товарищ полицейский. Я ответственный от руководства, мы доложили, он подъедет. Подъедет? А когда? Потому что вы обязаны привлечь к административной ответственности. Здесь, в данном случае, отсутствует необходимость возбуждения дела административного правонарушения. Вы знаете, если мое действие считаете не законами, значит, в отношении меня будет... Да, хорошо, все понятно. Хорошо. Лада Калина движется, вон не включены фары в автомобиле. Да, и вот движется автомобиль, вообще не включены фары. И без ремня безопасности. Точно? Точно. Есть, конечно. Спасибо. 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 Двери не работают. Подожди секунду. Он хотел спросить. Вот у нас есть четыре зала. Это недостаточно. Мы должны поставить материал. Он будет о расследовании проводить. Подожди. Какое расследование? Ну он будет. Стас. Здесь уже 15 раз одно и то же мы солим. Сейчас просто жалоба ставите и все. Он всем ответил уже не будет. Это вы? Давай, давай. Пусть просит. А он имеет право тоже обращение. Обратись Стас. Что ты хотел сказать? Что ты хотел сказать? Вы сейчас. Ваш подсименный. Взяли бумагу. Поставили протокол на инспектора. Так как данных достаточных для привлечения валом. Ну просто ответьте. Будете привлекать или нет? Я вам еще раз объясняю. Я в данном случае. Мне объяснять не нужно. Да я вам всем уже. Вы можете меня коротко сказать. Я вас буждаю. Расслед. Административный расслед. В рамках которого. Возьмите. У меня такой ответ. Я у вас другое спрашивал. Вы будете привлекать на месте или нет? Пожалуйста, не отвлекайте. Скажите. Я вам еще раз говорю. Мои действия можете обжаловать. Подождите. Я должен записывать отказ либо согласие. Чтобы его обжаловать. Либо удовлетвориться. Ну какой отказ если я возбуждаю административный расследователь? Пожалуйста. Подождите секундочку. Не перебивайте. Мне нужно возбудиться. Мои действия пожалуйста обжалуйте. Установим законопорядок. Хорошо? Вы на месте. В данный момент будете привлекать инспектора? Да или нет? Я в отношении этого инспектора возбуждать мне задал. Я другой вопрос задал. Вы на месте готовы его привлечь? Будете это делать или нет? Я возбуждаю в отношении инспектора. Вы сейчас. Я другой вопрос задал. Я знаю что вы хитрый. Пожалуйста. Я тоже знаю ваши методы работы. Не мешайте мне работе. Скажите про наши методы. Да не знаю. Вы мне каждый по три нас за одну тоже скажете. Нападайте. Нападаем. Да кто на вас нападает? Вы зачем такие словосочетания управляете? Не мешайте мне работе. Еще раз задаю вопрос. Вы на месте. А командир ваш приедет сюда? Командир приедет ваш? Подождите. Пожалуйста. Командир приедет ваш? Мы дежурную часть заложили. Я думаю ответственный должен приедет. Отлично. Чтоб вас привлек. Хорошо. Ну в смысле рассмотрел хотя бы. Да или нет. Короткие ответы я пошел. Я возбуждаю. А вы старше их или нет? Я слушаю контроль службы. А, понятно. Он отвечает на другой вопрос. Я не слушаю, что он возбуждает. А не надо мне стараться. Уходят от ответа. Я хочу слышать. Да или нет. Чтобы его заказали потом. А потом он скажет, что я не отказывался. Понимаешь? Нет. Он возбуждает. Это уже отказ. В этом случае выносится постановление. Не надо его согласовать. Я не знаю, что он там постановление. Я не читаю. Я не отвечаю. Я не отвечаю. Он просто ответственный. И уходят с качества. Понимаешь? Нет. Сейчас сказали, кто подъедет. Ну, должен ответственному его на руководителю и должен подъехать вроде бы. Ну, как? Сейчас подъедет. Может быть подъедет. Может нет. Неизвестно. Мы с вами никак едем. Так, отреагировал инспектор. Все правильно. Отлично. Пусть ждет. Все. Уезжает. Уезжает. Поворот показал. Смотрите. Показал поворот. Правильно сделал. Это опять могут остановить. А микроавтобусы тут, наверное, принципиально не включают. Микроавтобусы не включают. Инспектор восстанавливает. И без... А, с ремнем. С ремнем. С ремнем. С ремнем. Да, да, да. Все четко. Да, да, да. Все четко. Все четко. Да, да. Все четко. Так, сейчас курс по Валентину дадут, чтобы сможет отслеживать, какие результаты по жалобе. Вон дает старший инспектор номер. Я знаю, если оно мне не понравится, я передам в прокуратуру. Хорошо. Дали информацию по обращению. Так, водитель отреагировал, уезжает. Куда поехал? Без ремня. Без ремня. Без ремня. Товарищ инспектор не останавливается, еду с нарушением. Бля, не реагирует. Вон тоже. Останавливается, останавливается. Водитель. Останавливаетесь. не останавливается не реагирует вон надо в желтой рубашке пока не реагирует на нарушители на меня никак так вот инспектор отреагировал на нарушение правил дорожного движения водителем а именно нарушение требования разметки остановил и сейчас будет производиться процедура привлечения до административной ответственности так было подано жалоба на бездействие как я считаю инспекторов дпс надеюсь она будет рассмотрена и принято все необходимые решения по данной жалобе валентин попросил чтобы инспектор отдел жилетку светопоглощающий сейчас вот инспектор старший подошел и потребовал и вроде бы вот инспектор послушал а граждан обычных не может почему понятно по форме по форме что происходит а мы ему сейчас тоже обратимся нет по поводу нарушения сейчас обратимся не пристегнутый а сейчас попросим привлечь не пристегнутый полицейский зафиксировал попрошу вас привлечь к ответственности зафиксировал что не пристегнутый двигался и поворот правый правый не включил при начале левой при начале движения 2 2 постановление ну может он тоже вынесет сейчас еще более старше он вызвает смотрите на что будет раз товарищ полицей здравствуйте вы заняты да все хорошо там каких какая-то информация так водителя привлекли за движение по островку безопасности и он уезжает совсем уже распоясались краснодарские дпс не выполняю требования законов так товарищ инспектор стоит у мусорка зачем-то я думаю ему я думаю ему там не скрыться от нас от наших камер одевает жилет смотрите сработало пошла дисциплинарка одели жилет все нормально почему на обращение гражданина не реагировал а как сколько через час надел жилет товарищ инспектор обращение примите прошу привлечь к ответственности водителя транспорт средства с регистрационным знаком у 021 мр 93 который не включил при начале движения левый поворот и двигался не пристегнутым на автомобиле на указан и имеется видеофиксация доход и виде фиксации нет документы сейчас должен передать по идее а на того определения вы не интересно но сейчас составит нто протокол и все быть нормально но да ну сейчас сейчас уточню все-таки мне кажется должен был более компетентного этих вопрос чем подчинен так что сейчас происходить будет непонятно сейчас посмотрим зачем ответственный приезжает спокойненько сам бы привлек вот этот инспектор все и мы бы ехали бы нет вызвал одного второго он на оформление да на оформление будет привлечен к административной ответственности командир вот вот сразу работа пошла то лодки проверяли всякие не пойми что и фуры видишь видел сколько фур стояло вот так вот административный материал выносится так составляет административный материал а а я и обратиться к вам еще хотел бы хорошо я все я не вас не отвлекаю что вы хотели обратиться к вам хотел сейчас это служебная документация служебная все понял понятно да 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 сейчас вот сотрудник идет да вот девушка движение без без номерных знаков переднего и заднего осуществлял что является возможным уходом административной ответственности то есть машина либо если куплена она имеет право да если в течение 10 дней имеет право да оформить а если она уже давно приобретена то обязана иметь конечно номерные знаки в обязательном порядке вот сейчас будет решаться вопрос какая ответственность предусмотрена и ну интересно очень да помогаем выявлять а у А два постановления в отношении вас вынесли? Отлично. Есть, да? Развешение, да. Ну не, не. Так, нет. Можно, можно, дознакомление. Но я не буду снимать. Я не буду снимать. Я вам вещаю. Я не снимаю. Да не снимаю я. Второй год. Можно посмотреть мне, пожалуйста, тоже. Да, к вам. Дальше полицейский. Так как вы являетесь. Дальше к вам подошел, тоже спросите. Старший по званию. Хорошо. Так вот, приехали сюда как ответственные. Да, конечно. Я приеду. Мы просим, чтобы, получается, сотрудника, который находится за рулем, привлекли постановление, получается, за нарушение правил дорожного движения. Они потребляли 12.2. У нас имеется фото-видео фиксация и также имеются фотографии. Они что, отказываются? Отказываются. Мы уже написали жалобы за отказ, получается. Ну, у нас все. Сейчас обязательно мы разберемся. Все. Мы разберемся. Товарищ председатель, можете, пожалуйста, представиться? Я не буду снимать. А я представился. Мне не представиться. Я же обращение тоже. Я подполковник полиции из экрана Николая Николаевича. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Вообще, на самом деле, приезжайте сюда к нам в гости. Спасибо. Вы только с добрыми намерения. Да, мы с добрыми. Мы просто... А вы сами откуда? Я вот представился. Вы сами откуда? Мы единственное. Заметили нарушение правил дорожного движения водителя. Набережная Черный. Воронеж. Очень приятно. На самом деле. Мы единственное, что заметили нарушение правил дорожного движения, и вот-вот в это все превратилось. Да. Хотя он должен был обязан сразу привлечь и все. Поэтому, да. Мы все эти нарушили. Надо провести соответствующую проверку и разобраться. А что грозит нарушительную без номерных знаков, которые двигались? Ну, это вообще тяжкое все. Тяжкое. Это до лишения водительского стырения? Совершенно верно. Понятно. Ух, ёб. Вот так уходят административные ответственности водители. Да, это чистый уход административной ответственности. Лишение водительского стырения. Уходи составляют протоколы. Составляют. Какие санкции? Стравы по лишению. Всё. Стравы или лишения? А зачем без номерных знаков-то двигаетесь? Не подскажете? Камеры, да? Боятся камеры. Сколько же они нарушили за это время скоростных режимов? Ну всё. И в том числе и, может быть, с высокой скоростью. Да? Двигались. Не очень безопасно. Вот так вот. И прямо подъехали. Самое главное, что меня больше всего впечатляет, подъехали к инспектору без номерных знаков. И спросили дорогу. Не выходя из автомобиля. Не выходя из автомобиля. Не выходя из автомобиля. Инспектор подошёл, они спросили. Это вообще просто. Что-то. Что случилось? Почему без номерных знаков? Человека остается на дорогу спросить и выявили административное правонарушение. Он не отвечает, почему без номерных знаков. А это не он водитель. А, не он. Вот. Может девушка сняла, думаешь? Сама. 12-2-62, вот мы у нас из номеров. О, ну, нет ничего. Там 5000. Ну, 5000 штрафт его решения по поводу других мест. Обычно судно не лишает. Суд. Ну, это ж не мы решения, практика. Ну, это ж не мы решения. Это практика, да. Это… А что по 12-2? Это у нас сейчас что? Смотрите, что? Мы запрошили, чтобы проверить. Кажите, а водителю про… Все пишут, вы видите. А все пишут. Болежные, я же вам сказал, 12-2 час-2 составляют на нее протокол. А водителя проверили или по остальным нарушениям? Может, он уходит от ответственности? Алексей Александрович. Алексей Александрович. При составлении всех материалов даже водители в каждом транспортном следствии проверяются. А, проверяются. Все понятно. Особенно такие, да? Которые без номерных знаков. В автоматическом порядке. В обязательном порядке, точнее, понятно. Все, ясно. Скажите, пожалуйста. А что с привлечением водителя патрульного автомобиля к ответственности? Сейчас они составят на этот автомобиль. Затем задача им поставлена. Вынесут постановление, да? Обязательно. Не переживайте. До свидания. А зачем водителя остановили? А зачем водителя остановили? Операция Анаконда. А? Операция Анаконда. А ориентировку можете показать водителю? Операция Анаконда. Нет, Операция Анаконда. А, без света. Так он не говорил, что без света. Понятно. Нет, просто. А, поэтому я тебе разрешаю. Да, заходи по-настоящему. А как она включается? Ну, куда она? Окрым. нам на телефоне легче настроить чем навигатор навигатор помогает а чтобы вместо края продают просили куда проехать и привлекли к ответственности это чистое похода мы думали машин намного не выехать сами неправильно вам надо от краснодара а куда на ялту в другую сторону а вы поехали во все да вы другую сторону не правишь парик проехать но это долго зачем вот нормально мне нормально почему звук не работают никого не работают не работают на радио включить мы не думали вообще приезжали как задержка времени ну инспектор не могу не разошел начинай у нас инспектор за данную ответственность потому что это самое страшное его опору я же мальчик мы фиксируем как сотрудники работы мы не можем мы зафиксировали ну а как ну а как если бы было как министры работают так все так все Так, все. Ну, на вас выписали? Я не знаю, но вы уже с выписали. А, сейчас просим, подожди. Ну, все, поздно. А, выписали водитель, да. А, все, составил, да? Отлично. Так, составили все-таки на водителя вот этого патрульного автомобиля по нарушению правил дорожного движения административное постановление. И на водителю так же вот того автомобиля тоже вынесли постановление об административном правонарушении. Вот это вот. А то, что он двигался без номерных знаков. Будем все заново. Товарищ спецеджер, вы отказываетесь привлечь, выполнить распоряжение своего начальника? Еще раз. Объяснили там. Нет, не объяснили. Мне сказал, мне подполковник сказал, что привлечь. Я вот сейчас подполковника вызову, и мы послушаем, что он сказал. Давайте. Я же не знаю, я не разговариваю. Давайте еще. Сейчас вы попадете. Хорошо. Да. Может, вам указание даст? Приятная ситуация, будьте привлечены. Вот то, что отказываетесь, походите. Товарищ спецеджер, товарищ спецеджер, а может, мы созвоните с подполковником, спросите? И он, да он же на него же постановление. Ничего, все, позвоните сам и спросите. Потому что мне он сказал, что сейчас он займется и привлечет. Я настолько понял, что ответственность просто ставит. Нет. Мы же разговаривали с вами стояли. 12-2. Звони спроси, ответственность, что они там разговаривали. Спрашивайте меня, я не стоял за... А он не в курсе, как это так. Я сказал, что. Он к нему подошел, что-то 12-2. Получается... Я сказал, что хорошо его привлекли.